22 июня 2013 года он был на дежурстве и доставил по просьбе напарника из Шипицына в городской отдел мужчину, подозреваемого в краже со взломом. Задержали в Шипицына местного жителя, 56-летнего Владимира Вохминова, неоднократно судимого за подобные деяния. В ожидании следователя, который оформлял документы на задержание и обыск в его доме, Вохминов находился в кабинете оперативника Коносова. Юрия попросили приглядеть за ним. Через два часа подозреваемого перевели в дежурку. Это протокол личного досмотра, составленный в присутствии четырех понятых. В нем зафиксировано, при водворении Вохминова в комнату для задержанных, телесных повреждений у него не обнаружено. Жалоб на здоровье нет, в медпомощи не нуждается. Однако через час после этого подозреваемый посетовал на боль в Баку и попросил вызвать скорую. Медики диагностировали у него перелом ребра. Вохминов сказал, что это дело рук одного из сотрудников полиции. Кого именно, он не знал. Сломанные ребра – это все-таки травма серьезная. Человек должен испытывать болевой шок. Все свидетели, то есть все работники, сотрудники дежурной части давали показания о том, что человек вел себя адекватно, сидел спокойно. Когда его досматривали, непосредственно поднимал футболку спокойно, поднимал руки. А это, как нам кажется, не стыковочка. При подаче заявления на причиненные побои, Вохминов со своими девятью классами образования написал от руки несколько строчек. Вот они. Однако уже сутки спустя с его слов были составлены эти показания – обстоятельные, красноречивые. В них Вохминов снова утверждает, что ни фамилий, ни лиц сотрудников полиции, у которых находился в кабинете, не помнит. Зато практически пошагово перечисляет, как его запугивали, выбивая показания причастности к краже. Позже на очной ставке он указал на 38-летнего полицейского Юрия Коносова. Якобы это он ударил его в бок. Коносову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Заведено уголовное дело. А неоднократно судимый Владимир Вохминов за кражу со взломом получил полтора года условно. Почему мы должны верить потерпевшему, который неоднократно судим за преступление корыца направленности, в том числе и за кражи? Почему он может говорить правду, а мой муж – нет? Судебная тяжба по делу Юрия Коносова длится больше года. Все это время полицейский продолжает служить в органах. В августе прошлого года ему вручили грамоту и нагрудный знак управления Министерства внутренних дел по Архангельской области. А в феврале 2014-го он получил очередное звание капитана полиции. Вообще с Коносовым я проработал около четырех лет вместе, но знаю его уже шесть лет. Никогда я не слышал о нем плохих слов ни от потерпевших, ни от сотрудников. То есть, как я считаю, мое мнение сложилось о нем – человек достойный, честный. Показания медиков разнятся. Котловские врачи пришли к выводу, что перелом у Вохминова случился минимум за 10 дней до его жалобы. А Архангельские утверждают, что травма могла произойти и в тот день. Очередное судебное заседание по делу Юрия Коносова состоится в этот четверг, 9 октября. Если суд сочтет полицейского виновным, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.